Кончиками пальцев она каждый день доказывает самой себе, что возможности безграничны и отсутствие зрения не помеха для знаний. Известный во всем мире шрифт Брайля девушка выучила несколько лет назад. Поначалу это ей казалось сложной задачей, но любовь к священной книге была сильнее. Без всяких трудностей сегодня эсет знает больше десяти сур и аятов священного Корана. Я из класса, в центре Хаила Махинга, мама записала в центре. В центре Юлия несла Брайля девушка, в конкурсе преподаватель в садик Балаев Ибрагим. Барсаден должен быть все. Полная слепота – такой диагноз для эсет и ее семьи стал неожиданным и страшным ударом судьбы. Неудачное падение в 15 лет спровоцировало заболевание глаз, которое быстрее прогрессировало. Она долго училась ориентироваться в пространстве, вести хозяйство, шить и читать. Именно семья помогла изменить мировоззрение. Девушка стала посещать лекции и кружки для незрячих. Свои знания эсет продемонстрировала на всероссийском конкурсе незрячих щит священного Корана «Озаряющие сердца». Она заняла призовое место. Несмотря на свои ограниченные возможности по здоровью, девушка создает вот такие прекрасные композиции из бисера и бумаги. В ближайшее время Ася Тимурзива примет участие в республиканской ярмарке мастеров. Первая работа – цветы в кувшине. Девушка говорит, что сложнее всего было сделать ствол. Основа его – простая проволока. Она обматывается клейкой лентой, пока не станет нужной толщины, а затем покрывается краской. За несколько лет увлечения эсет сделала больше 20 десятков таких поделок. На каждую уходит как минимум несколько дней. Все зависит от сложности работы и наличия свободного времени. Оценить ее творчество приехал и мэр Назрани Алихан Тумгоев. В этом доме он частый гость. Мы занимаемся в первые действия. Мы занимаемся в двух недель. Бесероплетение – недействительное увлечение эси. К примеру, она любит теннис, часто играет, и ее команда заняла третье место в соревнованиях. На данном случае, я учусь на обучение, но не знаю, что я учусь на обучение. И как вы учусь на обучение? У девушки есть большая мечта обрести зрение хоть на мгновение, чтобы вновь увидеть лицо женщины, которая каждый день облегчает ей жизнь. Мама – это самый родной и близкий для нее человек, который всегда рядом, а большего и осет и не надо. Дина Цычоева, Асхаб Беллакиев, Новости 24.